Давным-давно Светлые сны, креснири Ну вот, чего ты приуныла, подруга? Ну вот, как тебя еще развеселить? Не знаю. Ой, добрый вечер, ребята. А у нас тут в стае что-то неладное происходит. Да, ребятки, здравствуйте. Ну, сама не могу понять, но душа моя цветочная совсем расцветать не хочет. Чего я только не пробовал. И шутки про зайцев рассказывал, и песни веселые пел, а она не смеется. Ну, понимаешь, не хочется мне смеяться. И чувство такое, как будто чего-то не хватает. Чего? Знаю. Может, тебе не хватает птиц, которые на зиму улетели в теплые края. Так посмотри в окно. Они вон уже возвращаются. Тут это, как ее? Сосна пришла. Во, видишь? Ну, сколько раз тебе повторять. Весна. А, ну да, весна. И все пернатые уже прилетели. Вон, слышишь? Нет, не радует. Ай, ну не знаю. А может, листиков и цветочков зеленых, так они уже начали распускаться. Вот скоро будет так красиво, так красиво. Вот прямо лучше, чем в нашем родном эльфийском лесу. Лучше, чем в нашем родном эльфийском лесу никогда не будет. Ой, 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 ты чего? Ты чего? Ну... Ребята, ребята, я, кажется, поняла, чего мне не хватает. Нашего родного эльфийского леса. Тик, дружище, я наконец-таки поняла, чего мне так тоскливо было. Ты соскучилась по нашему родному лесу? Да не просто соскучилась. Ты разве забыл наш Птахокум? Птахокум? А чего его вспоминать? Я же еще в детстве в него упал, и теперь мне энергией на всю жизнь хватит. Ой, Таечка, я, кажется, понял. А вот наши ребята, кажется, не очень понимают. Ну, надо бы рассказать. Понимаете, ребята, есть в нашем лесу особый колодец, из которого эльфы черпают свою энергию. Да, и делать это нужно раз в год во время сияния синей звезды. Если пропустишь сияние, то со временем потеряешь всю магию. Угу, начнешь стареть и не сможешь помогать лесу. И все эльфы поэтому всегда возвращаются на родину, чтобы вовремя пополнить свои силы. Все эльфы, кроме тебя. Он, представляете, еще в младенчестве свалился в колодец, да еще и в самый яркий луч синей звезды. Каким-то чудом не лопнул от такого большого количества энергии. А это, поверьте, очень-очень опасно. Да, я счастливчик. С того дня я полон сил постоянно и без птахокума. Но вот Тая, она обычный эльф. Мне кажется, Тая-то и в прошлый раз пропустила звезду. Пропустила? Но в прошлый раз мы отмечали здесь Новый год. И я подумала, что ничего страшного не случится. Ребята, вы сейчас удивитесь, но наша Тая впервые ошиблась. Ты же помнишь, чему нас учил дядюшка с колонариумом? Угу, пропустишь одно сияние и будешь лечиться 10 лет. Ребята, ну у вас тут было так весело, и мне совсем не хотелось улетать от вас в тот день. О, да, шарики, салют и оливье. Эх, и правда было здорово. Тик. Тик, кажется, я исчезаю. Погоди, погоди. Ребята, дело срочное, сами видите. Да и задержались мы тут у вас. И работу свою мы уже выполнили. Природу подлечили. Теперь дело за вами. Берегите лес, воду и землю. Они живые. Таечка, погоди. Ты как будто навсегда прощаешься. Нас не будет-то всего 10 лет. Эх, ребята, это же для нас 10 лет мало. А вы растете намного быстрее. О, я смотрю, ты совсем раскисла. Я же буду по ним скучать. Так, нужно срочно эту кислятину чем-то разбавить. Знаю. Ребятки, давайте-ка мультфильм посмотрим. Ну что, все собрала? Да. Сувениры от Маруси, набор опытов от профессора, открытки от наших ребят, плеер от Сони и Сани, инопланетный разговорник от Инги и пустые коробочки от наоборот. А от совы? Ай, точно, еще энциклопедия от совы. Ну что, пришло время прощаться с ребятами. Пока-пока, ребята. Я буду вас каждый день вспоминать. Пока-пока, друзья. До встречи через 10 лет. И омни випову секты сэрта. Это мне пригодится. Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось нескучно, Но, чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать. Он спрячется, Преснится, И будет тихо снится, И будет тихо снится, И будет тихо снится.